Начинать худеть можно прямо сейчас вместе с нашим фитнес-инструктором. У нас в студии появился Дмитрий Савин. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Давайте сделаем зарядку со страной вместе. Что будет сегодня страна повторять за вами? Давайте будем вдохновлять наших зрителей на то, чтобы делать зарядку. Давайте, вдохнови. Я сижу здесь, Дима стоит там и показывает. Я смотрю и радуюсь. Прошу вас. Хорошо, доброе утро. Ну что, сегодня я покажу несколько упражнений на спину. И вы посмотрите, как они делаются. И дам один совет. Возможно, он вам тоже пригодится. Смотрите, есть два основных варианта. Учитывая, что мы находимся сейчас дома, у нас гантельки легкие, либо что-то другое. Все это несет такой, скажем так, разминочный характер. Все-таки, если вы хотите заниматься серьезно, это все-таки нужен тренажерный зал. А так, берем, что у вас там дома есть, что-нибудь легенькое. Наклоняемся, ножки немножко сгибаем, спинку прогибаем. Гантели у нас висят внизу. И подтягиваем пояс. Мы работаем вот плечом. Подтягиваем локоть и поджимаем плечико. То есть создается впечатление, что мы сзади между лопатками зажимаем карандаш. Это все как с продуктами в магазине. Это один вариант. Второй вариант. Все то же самое, только мы меняем. Мы разворачиваем ладони наружу. И тянем уже вниз вот сюда, к поясу. Все то же самое, только другой хват. Когда пакет с продуктами не берется, развернули его и пытаемся поднять его так. Да. И еще есть одно упражнение. Возможно, вы замечали, когда есть вот от шеи, от шеи расположено. И многие там, особенно новички, приходя в тренажерный зал, спрашивают у тренеров, как ее накачать. Я сам когда-то с этим столкнулся, когда пришел первый раз в тренажерный зал. И я все. Берете две гантели, расслабляетесь и поджимаете плечи вот к себе максимально вверх. И задерживаете немножко. И вниз. И опять вверх. Здесь и ссать боком. Вот сюда. И все? Есть вероятность того, что если постоянно делать это упражнение, то вполне возможно... Пропадет шея? Нет, не шея пропадет. Рубашка, точнее, воротник в рубашке перестанет застегиваться. И это тоже. Но это будет некрасиво. Да, есть одна ошибка. Очень многие начинают делать это упражнение таким образом. Они начинают вращать плечи. Берут большой вес и начинают вращать. Так не надо? Когда-то все говорили, что это тоже имеет место быть. Но на самом деле это такой очень травмоопасный вид этого упражнения, который я бы не рекомендовал. Да и в принципе сейчас во всех интернет-ресурсах его тоже не рекомендуют. Потому что пришли к выводу, что оно очень травмоопасно. И лучше просто классически поднимать плечи. То есть либо с гантельками, либо со штангой. И ничего больше. И через месяц рубашка перестанет застегиваться. Да? Все понятно. Либо на груди и на шее. Либо рубашка и худенькое тело, либо чуть побольше и маечки. Так что... Вот так. Все понятно, Дима. Выбирайте сами вам решать, какое будет у вас тело следующим летом.